сегодня четверг сегодня наши клубы играют в лиге европы да недолго им еще осталось играть скоро 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 они прекратят играть вообще везде или конференции не будет и будут заниматься нашими делами в рпл потом у них начнется зима они уедут на мальдивы и будут загорать на свои зарплаты кутеповы до селиха все они будут загорать но пока идут еще матчи лиги европы спартак играет и играет локомотив на спартак я уже дал прогноз они играют с лестером ну давайте теперь обсудим как будет локомотив играть голод старая да ну и какое какое общее состояние локомотива и какое они место занимают группе ну конечно же локомотив занимает последнее место никуда не денешься наши команды могут занимать только последние места потому что потому что главная задача главная задача которую на поставил именно он это выйти финальную часть олимпиады на все остальное похуй наплевать насрать вот поэтому еврокубки сливаем главные олимпиады сколько вот так что я думаю я думаю что локомотив скорее проиграть это матч это мальчик потому что олимпиаде не готовится вот но это так шутка но серьезно ну что сказать локомотив занимает последнее место у них одно очко в голоса разнимает первое место у них 7 очков голоса рай в этом матче выигрывает в них становится 10 очков и они по сути вышли с первое место в группе бога баша обойдя вас вот играют голова в турции на матче будет присутствовать 20000 зритель там тоже есть ограничение полного стадиона не будет но от этих 20 тысяч там будет все нормально вот голоса рай играет такой сухо дрочку там сухо дрочка будет они всегда играть такую сухо дрочку выиграть 1 0 1 1 1 и практически я не пропускать очень сильная оборона вот но мы это уже увиделся в москве то есть голоса рай 2 номером но очень цепки в обороне очень цепки вот поэтому вот такая ситуация для локомотив конечно она чревато потому что они не имеют играть обороны да с такими командами обычно атакующим командам какой является сейчас локомотив очень сложная игра обычно защита побеждает нападение вот поэтому поэтому я думаю во первых я думаю я думаю голоса и выиграть это матч то есть так трезвенно рассуждать они свою выжму из этой сухой тряпки они этот 1 1 или 2 головы выжму там за ошибок обороны локомотива и забью свой 1 2 головы сейчас закончится 1 или 2 и это их устроит вот поэтому если говорить по происходу этого матча я думал голлдсарай выиграет и мой тому очень надо если голлдсарай выигрывает они обходят лацию на борьбе за первое место очень важный матч для голлдсарай вот поэтому я думаю голлдсарай выиграет да и по игре не должна выигрывать вот какие ставки а здесь сделки прогнозы и прогноз первый прогноз на мой сын горят он очень-очень такой безопасный в первую очередь безопасно там коэффициент небольшой 161 очень безопасно это идеально то локомотива меньше 1 за коэффициент 161 нормально чтоб голлдсарай пропустил себя дома два мяча я в это не верю скорее всего комати вообще ничего не забьют очень закрытая команды голлдсара и навряд ли локомотив что-то забьет у локомотив большие проблемы составом с малого не будет там за луиш хуй знает уже сколько не играет там немного кого еще не будет кем там атаковать я не знаю особенно в турции большие сомнениями по этому поводу но можно было поставить чтобы локомотив не забьет там как все знать какой 255 и на мой взгляд наиболее безопасная ставка вообще всех ставок это индивидуально локомотива меньше 1 мой прогноз на этот матч мой первый прогноз на этот матч это индивидуально туда локомотива меньше одного за коэффициент 161 переходим к другому прогнозам в принципе он очень простой это я взял вы статистике это количество фолов больше двадцати семи с половиной повторяю матч будет такой сухо дрочкой скорее всего да не скорее всего будет сухо дрочкой возможно даже да невозможно скорее всего голоса рая будет играть вторым номером они будут все это делать будь мелкие фолы как и в первом матче дрочи дрочи там мелкие фолы заделывы сбить и атаки тому подобное и скорее всего скорее всего фолу будет много мой мой прогноз 2 мой второй прогноз на этот матч это колеса фолов больше двадцати семи с половиной за коэффициент 185 да немного рискованно стояну я честно скажу соглашусь 27 с половиной вообще много многовато для европейского футбола хотелось бы там какие-то 25 с половиной да но мне кажется 27 с половиной нормально нормально возможно зайдет возможно я думаю где-то будет там 30-31 фолу вот вот такие мои прогнозы на этот матч повторю свои прогнозы это джанцу локомотива меньше одного и второй прогноз это количество фолов больше двадцати семи с половиной за коэффициент 185 смотрим футбол ну ребят честно скажу я ничего хорошего от этого матча для локомотива не жду скорее всего проиграют всем пока пишите что думаете